Ты по своей сути индивидуалист? Да, безусловно. Как в таком случае складываются взаимоотношения в коллективе? Взаимоотношения у нас прекрасные. Мы вообще все друзья, и только на этом наш коллектив и держится. Что можно считать популярностью? То, что ты собираешь такие многотысячные стадионы, это, конечно же, показатель этой популярности. Скажи, для тебя важно, сколько народу в зале? Очень. Очень важно. То есть я ужасно боюсь, вот это у меня просто страх такой, ужасно боюсь какого-то пустых мест в зале. Потому что это, ну, это значит, что, ну, не знаю, мне, я думаю, я очень расстрелился боюсь. Поэтому я всегда стараюсь, когда мне там предлагают какие-то концерты, я стараюсь, чтобы было их меньше, чтобы всегда очень внимательно, много раз расспрашиваю, как там покупать люди, билеты идут на концерты или не идут. Ну, в общем. А бывает так, что зритель, сидящий в зале, тебя раздражает? Бывает, что кто-то из сидящих в зале меня раздражает, например, тем, что он вылезает на сцену, начинает меня обнимать, там, или ударом кулака, там, разворвет струну мне на гитаре. Конечно, мне это неприятно и мешает. А тут, ну, я понимаю, что человек от избытка, как бы, чувства, я не злюсь, но все равно это мешает, конечно. Вот сейчас ты мог бы сказать, что да, я независим в своем творчестве? Я всегда мог это сказать. И все-таки создан образ очень молчаливого человека, который дает только песню. Опять-таки, это придуманный образ или ты шел от своей индивидуальности? Нет, я вообще молчаливый. Стараюсь не говорить, когда можно не говорить. То есть предпочитаю. То есть, с самого начала просто получился такой, и ты сохранил этот образ уже по сегодняшней дне? Да я вообще такой. Просто я никакого образа не сохранял и не создавал. Просто вот я такой и... Здравствуйте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...